Почти 6 триллионов тенге направлены на антикризисные меры в Казахстане. Общий пакет, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне составляет 5 триллионов 900 миллиардов тенге. Почти 3,5 триллиона из республиканского бюджета. Остальные за счет внебюджетных. Такие цифры озвучил вице-министр финансов Берек Шолпанкулов на брифинге в СЦК. В частности, по его словам, на финансирование дорожной карты занятости предусмотрен 1 триллион. Регионы смогут реализовать инфраструктурные проекты и создать 250 тысяч рабочих мест. Еще 1 триллион тенге направят на льготное кредитование оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и инвестиционных проектов под 6% годовых по программе «Экономика простых вещей». Субсидирование агропромышленного комплекса – 50 миллиардов. Развитие рынка труда по госпрограмме «Янбек» – 7,50 миллиардов тенге. Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса» – 20,25, – 84,5 миллиарда тенге. Развитие социальной инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах по проекту АУ «Ель-БСГ» – 55 миллиардов тенге. На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 миллиардов тенге, в том числе доплаты медицинским работникам и другим работникам, на строительство институционных больниц и другие мероприятия. Молодежь села Лепсы с Арканского района получила доступ к занятию спортом на открытом воздухе. Теперь сельчане смогут играть в футбол и баскетбол на качественных площадках на новом стадионе Берле. Открыть спортплощадку изъявили желания сами жители села. На ее строительство потрачено почти 7 миллионов тенге, причем большую часть собрали сами жители. Об этом спортивном сооружении дети мечтали давно. Теперь спортивный объект послужит для молодежи местом для проведения активного отдыха и досуга, учитывая, что в поселке много спортсменов, подающих большие надежды. Ее основной задачей будет развитие массового спорта. Этот стадион оценил лично Аким района. Он отметил его качество, и он выступил с идеей открыть подобные площадки повсеместно на базе школ села. Со стороны государства будет оказана помощь. У нас есть два учебных заведения, где мы сможем воплотить эту идею. Этот стадион, что у меня за спиной, станет центральным. К слову, мы передали данную спортплощадку на баланс сельского Акимата, который будет заботиться о состоянии объекта. Безопасность прежде всего. Специалисты чрезвычайных служб рекомендуют устанавливать блокираторы на окна. Так, в качестве помощи сотрудники отдела ЧАЭС Алакольского района установили многодетные семьи Тюльгеновых замки-блокираторы. Мера востребованная, так как есть риск выпадения детей из оконных проемов. Особенно во время отсутствия взрослых, что в свою очередь может привести к увечиям или даже к летальному исходу. К слову, в Алакольском районе нет случаев выпадения детей из окон. Спасибо сотрудникам за установку блокиратора. Мы с мужем воспитываем пятерых детей. Много времени проводим на работе. Поэтому излишние меры безопасности не помешают. Думаю, всем нужно установить подобные блокираторы, чтобы уберечься от плачевных случаев. Туристический взнос предлагают внедрить в Казахстане для иностранных туристов. Эта мера поможет защитить индустрию гостеприимства от потерь во время кризиса. Лучше всего к экстренным ситуациям быть готовым заранее. Иметь какую-то подушку безопасности, считают топ-менеджеры гостиничного и ресторанного бизнеса. Туристический взнос – это как раз та самая подушка безопасности. Им уже пользуется 41 государство. Стоит отметить, что во время пандемии это одна из сфер, которая пострадала больше всего. От трех месяцев до полугода можно выплачивать зарплату сотрудникам сферы гостеприимства за счет туристического возноса. Он формируется от дополнительной выплаты прибывающих в страну иностранных туристов. Механизм простой. За каждые сутки проживания в отеле гость платит определенный процент сверху. В Казахстане предлагают установить ставку в тысячу тенге. Узбекистанцы застряли на казахстанско-узбекской границе. Возле поста Жбекжола в Туркестанской области скопилось больше трех тысяч человек. Они ждут разрешения властей Узбекистана пересечь рубежи. Уже вторую неделю они не могут вернуться домой. Это трудовые мигранты, приехавшие ранее в Казахстан на заработки. Кто-то из них из-за пандемии и ограничительных мер остался без работы. Кто-то желает вернуться на родину по иным причинам. Но пока они вынуждены ждать очереди на границе. Иностранные граждане ночуют прямо на улице под открытым небом. Палата, которая защищает людей от знойной жары, хватает не всем. Ночью приходится спать на голой земле и спасает только картонная бумага, жалуются застрявшие на границе узбекистанцы. В Казахстане начали тестировать новый способ определения COVID-19. Причем занимается этим группа молодых ученых совместно с коллегами из Финляндии. Все данные с нано-датчиков, находящихся в приборе, пересылаются на сервер искусственного интеллекта, который мгновенно выдает результат. Как признаются молодые ученые, нужно буквально еще пару недель. И можно массово исследовать людей. Примерно за пару тысяч тенге и две минуты времени. Если для чистоты ПЦР-теста рекомендуется 3 часа до его сдачи. Не есть, не пить и вообще ничего. То здесь никаких таких требований нет. Следы коронавируса, если они есть, никуда не денутся от нано-сенсоров. В Бурятии вокруг села Шулута, закрытого на карантин из-за пандемии коронавируса, выкопали тройной ров. Таким образом, местные власти попытались предотвратить распространение заболевания и помешать назойливым туристам и автолюбителям просочиться в населенный пункт, где находится национальный парк. Подробнее об этом и не только в обзоре международных новостей. Спышка коронавируса в селе Шулуты началась в конце июня после проведения традиционного массового шаманского обряда. По последним данным, в населенном пункте, где проживает около 400 человек, выявлено свыше 40 случаев заражения коронавирусом. Попасть в Шулуту теперь можно через единственный КПП, где круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Въезд разрешен только медицинским работникам и поставщикам продовольствия и медикаментов. По данным администрации района, путь на свободу сельчанам откроют только тогда, когда все заразившиеся полностью поправятся. Более тысячи пожарных и спасателей и 200 единиц техники участвуют в ликвидации нескольких очагов возгорания лесных массивах на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Жертвами пожара, по предварительным данным МВД, на сегодняшний день стали 6 человек, еще 9 госпитализированы. 30 местных жителей пришлось эвакуировать. Одно из наиболее пострадавших сел, Смоленинова, посетил президент Владимир Зеленский. Глава государства пообещал выделить из бюджета 50 миллионов гривен на помощь пострадавшим. Один из самых ожидаемых поединков в легком весе между чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко и чемпионом IBF Теофима Лопесом запланирован на 3 октября этого года. Об этом сообщает ESPN. Глава компании Топранк Бопаром, представляющий интересы обоих чемпионов, предполагает, что на бою смогут присутствовать около 2000 зрителей. Обзор зарубежных новостей подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова